Приветствую вас, и вы знаете, я бы не сказал. Так, однозначно о том, что она, ваша соседка, обязательно не умеет выстраивать отношения с другими людьми. Скорее всего, ваша соседка попросту эгоист, и человек, который, по сути дела, не даботится о других, имеет определенные представления о том, как должна, например, складываться ее жизнь, как должна, например, выглядеть вся ее жизнь, и она любыми способами старается стремиться этого достичь, при том, что совершенно, ну, оставляет без внимания то, что у других людей, с которыми она живет, есть, ну, собственно говоря, свои взгляды и свои какие-то желания, свои интересы, свой комфорт. То факт, что она зависела занавесками от проема, говорит о том, что она пытается, ну, создать какое-то свое личное пространство, чтобы, ну, самой себе внушить или показать, что она живет отдельно. Отдельно от других. Но мы же с вами понимаем, что в действительности это не так. Что она не одна. Что она живет с людьми. И она не хочет этого признавать. Человек ведет себя, ага, так вызывающе, настойчиво, да, так акцентированно на себя. Почему? Потому что на то у нее есть мотив. Какие мотивы? Возможно, неуверенность в себе. Возможно, какой-то, какой-то страх. Возможно, что-то еще. Это не неумение общаться с людьми, нет. Я думаю, что это просто сложившиеся обстоятельства мешают человеку адекватно воспринимать реалии своей жизни и адекватно отдавать в себе отчет в том, что для того, чтобы жить хорошо, нужно, чтобы вокруг тебя людям тоже жилось хорошо. Если будешь жить только для себя, то будешь, как бы, находиться постоянно вне людей. И вот она, видимо, раньше старалась делать что-то для людей, потом ее или обидели, или разочаровали, или как-то что-то еще сделали. И после этого она исключительно на себе акцентирует только свое внимание. и все, как бы. То есть проблема заключается именно в этом, по сути дела. Так что, значит, так что, я думаю, что нет никакого неумения общаться с людьми. Есть следствие определенных конфликтов, есть следствие определенных внутренних проблем у этого человека, но никак не умения общаться с людьми, потому что если бы человек не умел общаться с людьми, поверьте мне, не было бы никаких, значит, ну, там, знаете, надписей, не было бы никаких, таких вот, поведений с ее стороны, да, я имею ввиду, таких вот, вызывающих, и так далее. Так что, что мы можем в этой ситуации сделать, пожалуй, только то, либо вы будете продолжать, убеждать ее в чем-то хорошем, да, то есть, как вот у вас, например, получилось убедить ее, там, не делать каких-то вещей, либо, либо вы просто как порекомендовал вам Игорь Летучий, либо вы будете просто-на-бразно относиться к ней с юмором, но это очень тяжело будет вам, потому что вы живете вместе, и без какого-то взаимопонимания друг к другу сложно будет построить отношения. Может быть, вам удастся ее как-то переубедить, может быть, вам удастся как-то ее склонить на сторону того, что залог хорошей жизни это все-таки взаимодействие с людьми. Тем не менее, решать вам. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделает всего лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.